я не удержалась увидела ткань вот такая вот ткань это вот это шелк он мне очень конечно же понравился посмотрите какие краски какое сочетание два цвета на лето два цвета до без перебора какого-то синий и вот такой вот бежевый какое оно достойное элегантное когда я стала трогать эту ткань продавец говорит это гуччи я говорю надо же вот что мне нравится то стоит бог знает сколько 5 900 стоит вот эта ткань но я купила себе метр на платьице может быть с коротеньким рукавчиком совсем или без рукава мне хватит потому что я люблю на лето когда большая жара когда смотрите она тоже тяжелая но очень тяжелый это сто процентов шелк и она не сто процентов потому что не мнется если у него эластан да посмотрите немножечко я его вдоль я его тяну она нисколько у нас не тянется а попробуем поперек его потянуть вот она идет растяжение значит здесь шок с эластаном эластан это синтетика за счет того что есть эластан это платье эта ткань не будет мяться совсем не будет мяться и с ней легко работать натуральным шелком работать очень тяжело натуральный шелк как правило не тянется ни вдоль не поперек он очень тонкий на нем остаются следы даже от капельки воды не говоря уж о том что если это жара и подмышка у вас немножко станет влажной что вы там будете видеть и в этом месте обязательно будет очень страшный некрасивый замин а вот эту ткань как бы ты ее не мял видите она остается как ни в чем не бывало это платьице летнее на жару будет спасением вам и в поездках и на работе и в транспорте и везде 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 я разорилась в этот раз и позволила себе вот это все потому что достаточно высокая цена вот таких вот качественных тканей она себя качество наших изделий зависит не только от того какие у нас ручки опытные неопытные золотые или нет что мы придумали но и в первую очередь это зависит от тех свойств ткани которые вы выбираете потому что даже если говорить обо мне и на старуху бывает проруха мы иногда купим ткань сошьем платье оденем на себя пару раз и понимаем что жить в этом платье нам некомфортно неудобно или в брюках вот у меня много брюк сшито но ношу я одни вторые может быть и треть не из-за того что они плохо сшиты или скроены или сидят плохо именно из-за свойств ткани и вот посмотрите что я вырезала сразу на ткани это платьице а обратного силуэта на жару это сто процентов шелк посмотрите что я сделаю конечно крой сразу на ткани я увеличила плечика на два с половинкой сантиметра почти на 3 вырез у меня лодочка на спинке у меня плечевая вытачка сохраняется она уходит в лодочку и тоже плечо видите увеличена на два с половиной сантиметра вот так вот я окраила обычным способом который описан у нас в мастер-классе в курсе шьем платье без рукавов или топик желтенький мы шили без рукавов на сайте он есть вот все в точности с теми рекомендациями я сделала и выполнил это сразу на ткани строила вытачку и из бокового шва вот посмотрите конечно поставила все рассечки пример очку вам покажу но у меня запланировано еще к этому я не думаю что вот такое широкое мне подойдет но у меня запланировано что я посмотрю как мне это например очки нам не будет с моим ростом смотреться и сделаю видимо полу защипы мои любимые верху зашиты внизу они будут такими мягкими складочками раскладываться после того как я выпустила ролик о том какие ткани себе купила пришли ваши просьбы показать как что я из них сошью какое себе платье из них сшил но вот первое платье которое получилось я пыталась его честно снимать но не все мне удалось снять нормально как учебный материал он не пойдет а как материал просто так любопытство ради их сам процесс работы не всегда гладко складывающийся можно вам показать вот платье которое выполнено из той набивной ткани это натуральный шелк с эластаном видите какая широкая прибавка у меня здесь я вам покажу потом все вместе кроила я а-образный силуэт то есть прибавка по груди у меня была по моему сантиметра три талию я не приталивала и сделала вот такое вот раскрешение к низу настолько насколько позволяла у меня ширина ткани шовчика впереди и сзади никакого нет видите там вместо приталивание сейчас выполняется за счет так называемых полу вытачек но когда я надела на себя это платье такого а-образного силуэта я показала себе нелепой и смешной была очень широкая роста мне конечно не хватает как всегда и поэтому запасным вариантом у меня был как раз вариант вот таких вот так называемых полу вытачек посмотрите это талиевая вытачка которая зашита только до талии а снизу она идет вот таким вот мягким защипом еще одна талиевая вытачка и в боковом шве так такая же история и на спинке каждой стороной у меня по две талиевых вытачки которые распускаются ниже талии таким защипом что еще нагрудная вытачка как всегда переведена в боковой шов вырез как всегда лодочка плечики я делала плечики на три сантиметра длиннее чем сейчас они у меня есть то есть я делала эти плечики хотела сделать спущенное вот это плечо но когда опять же собрала это все на примерочку посмотрела это был ужас ужасный когда я три сантиметра вот эти убрала силуэт выстроился вот такой вот вытянутый прямоугольничек сформировался и все стало опять на свои места поэтому не всегда хорошо делать расширение плеча при желании при испытывая при этом большое желание прикрыть полную ручку лучше иногда пусть будет видна вот эта полненькая ручка чем мы будем видеть ну некрасивую силуэтную форму потому что форма она определяющий в данном случае вариант вот все что мне хотелось сказать сегодня по поводу вот этого платья и делясь своим опытом своими находками провалами какими-то неприятностями может быть но у кого их не бывает жизни и жизни на примерке я поняла что мне нужно ввести вот такие мои любимые так называемые полу вытачки это когда обыкновенная вытачка сверху вот так зашивается а дальше она идет вот таким защипом и у меня их раз два третий сбоку третий вот так вот сбоку и четвертый и пятый вот они четвертый и пятый они идут по спинке как бы сверху это у меня вытачки а снизу у меня вот такие защипы но и многие задают вопрос как на себе посмотреть горловинку вырез и так далее так далее просто взяла рукой дотянулась вот поставила меточку мелом да потом вот здесь вот поставь поставила меточку вот здесь поставила меточку а когда уже сняла поставила по ним ниточку потом вот это вот заметила что то что я спускала по плечику, мне это совсем не подходит. То есть лучше будет силуэт, если я вот то, что я и добавляла к базовой конструкции, если я вот это уберу. Поэтому у меня тоже была здесь меточка, я ее заметила вот сейчас. А потом я рассчитала вот эти самые выточки, сметала их, померила еще разочек и застрочила. В этом варианте мне все понравилось. Поэтому выполнены все вертикальные швы. Осноровку я буду делать в закрытую пройму, потому что плечики я сразу сшила, мне так удобно. И горловинку буду обрабатывать органзой, вот той косой бейкой, которая у меня сделана из органзы. И сам процесс обработки я вам обязательно покажу.